На некоторых красноярских баннерах появились желтые наклейки с надписью «Реклама без разрешения». В мэрии утверждают, что это добросовестные предприниматели решили проявить инициативу и помочь администрации в борьбе с незаконно установленными конструкциями, пометив вот так своих непорядочных конкурентов. Однако у заказчиков рекламы это вызвало недовольство, потому что прежде всего пострадал их имидж. Сейчас такими наклейками отмечены 300 баннеров в городе. В общем, новый руководитель управления наружной рекламы Алексей Аксютенко говорит, что таким образом они хотят привлечь внимание рекламодателей. Ведь по новому федеральному закону администрация может без суда сносить такие конструкции. И в этом случае неприятности могут произойти у самих клиентов рекламных компаний. Мы получили договора, которые заключаются между рекламщиками и рекламодателями, в которых есть очень опасные для предпринимателей вещи. То есть, например, к форс-мажорным обстоятельствам, которые не предполагают возврат финансовых средств за невыполнение услуг, относятся, например, к действиям администрации города. То есть люди платят им деньги, а потом, когда администрация города в законном порядке, в рамках борьбы с незаконными конструкциями убирает это все, деньги предпринимателям не возвращаются. Руководитель рекламной компании Александр Егоров полностью поддерживает эту акцию. Ведь самовольщики наносят ущерб тем, кто работает по закону, уводя клиентов. Предприниматель говорит, сейчас просит показать разрешительные документы только в основном крупные федеральные компании. Остальные к этому почему-то не приучены. Похоже, акция проводилась примерно полтора-два года назад. Еще в то время она уже дала какие-то результаты. Некоторые клиенты просто откровенно спрашивали, ваши рекламные щиты законные, мы на них можем размещать свои программы. Поэтому такие акции нужно проводить и не эпизодически, а постоянно уведомлять и клиентов о том, что, например, данный рекламный щит является незаконным. Соответственно, в ближайшее время он может быть демонтирован в любое время. Однако у самих заказчиков рекламы эта акция властей вызвала вопросы. Среди прочих, желтыми наклейками отмечены баннеры партии «Гражданская платформа». И руководители ее краевого штаба считают, что это не случайно. Собственно, вы были в администрации, и администрация сама сказала, что это их рук дело. Почему-то это произошло именно в момент приезда Михаила Дмитриевича в город Красноярск. То есть, с нашей точки зрения, эта акция специально была сделана. Ну, то есть, это, честно говоря, смешно, да, и напоминает какие-то такие мелкие пакости, да. Ну, мы к этому относимся философски, с юмором. Михаил Дмитриевич посмеялся. Однако в компании, которая разместила на своих баннерах по улице обороны изображения Михаила Прохорова, подтвердили, что этот щит действительно был установлен незаконно. И пообещали, что все скоро уберут. Добавлю, в мэрии отметили, что самовольных конструкций в городе очень много. И акция с наклейками будет продолжаться еще несколько недель. Я же предлагаю обсудить эту тему на нашем сайте afontovo.ru. Ну, а если у вас есть новости, звоните лично мне. Мой номер телефона 29 29 115. Наталья Истомина, Сергей Кашин. Афонтово новости.